Добрый день. Как живется сейчас? Есть ли трудности и научились ли с ними справляться? Ну, трудности, безусловно, всегда есть. И сегодняшнее время не исключение. И, как вы уже сказали, безусловно, мы приноравливаемся к новым условиям и к финансовым возможностям, которыми мы располагаем. И к кадровому резерву, который у нас есть как среди воспитанников, так и в среде тренерских кадров. Поэтому успехи наши достаточно неплохие. То, что касается зоны при Воложье. И сейчас уже начинаем делать серьезные шаги в таких серьезных соревнованиях, как финалы всей страны, финале первенства России. О последних успехах чем особенно гордитесь? Ну, последние успехи, наверное, это выход ребят 2001 года рождения. То, что они вышли в финал России, о чем я уже сегодня говорил. Ну, безусловно, соперники очень сложные, серьезные, мастеровито. Это и Краснодар, и Динамо, которые попались в нашей группе. Начало было... Финал проходит в Москве в эти самые дни. Вот, было не очень начало успешным. Но сейчас уже приходят первые победы. В частности, сегодня был побежден достаточно серьезная футбольная школа. Это Ярославский Шинник. Это то, что касается возрастных ребят. То, что касается в индивидуальном плане. Наши воспитанники, которые продолжают свой рост, например, в других футбольных школах, такие, как Никита Сергеев, заключают сейчас серьезные уже договора как футболисты со спортивными компаниями, в частности, с компанией Nike, и в том числе являются игроками основного состава сборной России своего возраста. Поэтому воспитанники есть, они востребованы. И благодаря этому, наверное, то, что есть определенные успехи, глава республики пошел нам навстречу. И сейчас организован футбольный клуб «Саранск», наверное, вы знаете, который полностью состоит из воспитанников нашей школы разного возраста, от 15 до 30 лет. В том числе и тренерский коллектив полностью из республики. И сейчас они являются лидерами в первенстве зоны Приволжья. Я думаю, что в любительском футболе это самая, будем так сказать, высшая лига, уже предтеча профессионального футбола. У нас ведь еще в Мордовии есть футбольный клуб, одноименный Мордовия. Как планируете выстраивать взаимоотношения? Ну, работаем в тесном контакте с руководством этого клуба и с председателем совета. Я и сам являюсь членом совета. Вот, Засумом Вячеславом Юрьевичем и с руководителем клуба, с директором Парфененко Алексеем Николаевичем. И, безусловно, с главным тренером Мустафином Марат Федоровичем. И в тренировочном процессе привлекают они нашу молодежь. И в организационных вопросах, то, что касается, если профессиональный клуб обязан выставлять 5 возрастов в Пирендец-России, здесь мы, естественно, оказываем им содействие и помощь, выставляя наших ребят от имени футбольного клуба Мордовия. Поэтому здесь, безусловно, что им без нас, что нам без них сложно строить свою деятельность. О мордовском футболе много писали, много говорили, много делали репортажи. Непростые времена сейчас у футбольного клуба. Скажите, вот вы каким видите будущее нашей команды, главной команды Республики? Ну, простых времен, по-моему, вообще никогда не было. Другое дело, чуть лучше, чуть хуже. Понятно, то в одном дивизионе, то в другом. В каждом дивизионе свои требования. Все это зависит от состава игроков, от коллектива тренеров, от финансирования. Много вопросов. Сфера, она такая непростая сейчас, футбольная. К сожалению, сильно коммерциализованная, что, безусловно, накладывает свой отпечаток. Поэтому всегда были сложности. Они когда-то успешно, когда менее успешно решались. И всем известен тот кризис, который присутствовал, что мы, как бы, транзитом из РФПЛ оказались по ФЛ. Будущее, ну, будущее это зависит, безусловно, от руководства Республики. Глава Республики Владимир Челков живо интересуется делами футбола и профессионального клуба в частности. Вот. Поэтому какой объект будет определенный. Сейчас, ребята, уже неделю, как занимается подготовка к сезону. У них вот в ближайшее время предстоят товарищеские игры в Саратове. И меньше чем через месяц начинается Кубок России и первенство профессиональной футбольной лиги. Сейчас есть люди на просмотре. Идет отбор, заключение контрактов. В общем, формирование. Обычный режим. Другое дело, какие перед собой задачи ставить. Ну, и здесь она будет конкретизирована, безусловно, руководством Республики. Отсюда зависит и объем финансирования, и от спонсоров, и от самой Республики. И от этого уже будет зависеть и, как говорится, по приходу и расходу, а по нему и решение задачи. Виталий Мутко сказал не так давно о том, что у Круга Мордовия, возможно, появится спонсор не, точнее, из-за пределов нашего региона. Можете ли вы подтвердить и провернуть эту информацию? Ну, Виталий Иванович, информация гораздо больше, чем, естественно, у меня. Но подобное заверение мы слышали и от главы Республики. Поэтому, я думаю, люди с таким статусом слов на ветер не бросают. Вот. Вернемся к разговору о центре. Сколько сейчас занимается у вас детей, юных дрований? Какова география? Только ли юные футболисты Мордовии в центры приходят заниматься? Нет. Значит, если брать по структуре, естественно, главной, так сказать, центр у нас находится в Саранске. А так, за исключением двух районов, у нас в каждом районе Республики. В общей сложности это 1200 ребят от 6 лет до 18 и 75 тренеров. То есть, 35 – это для них основное место работы, а остальные являются то ли преподавателями физкультурами, то ли спортивными работниками в районе, так сказать, по совместительству работают. Вот. Если вот так вот коротко. Из 1200 ребят – 350 девушек. Вот, кстати, о девушках. Каковы их успехи на поприще? Все-таки футбол кажется совсем не женской игрой. Ну, женщины сейчас во всем пытаются сравниться с мужчинами, может, даже где-то в чем-то превзойти. Ранее у нас существовал два года назад футбольный клуб «Мордовочка», профессиональный клуб. Ну, и когда его судьба сложилась таким образом, что в футбольном клубе не было ни одной девушки с «Мордовой», все были приезжие игроки, потому что в других регионах женским футболом занимались достаточно давно и более плотно, чем мы. Тем не менее, было принято решение, чтобы создать команду из местных девчат. Успехами пока сложно хвастаться, потому что, будем говорить, что в второй лиге женского футбола мы выступаем, но не очень успешно. В основном она сформирована из девушек-студенток Мордовского государственного педагогического института. Все девушки родом из Мордовии, но неплохие успехи у девушек до 15 лет, у юниорок, так будем говорить, которые достаточно успешно выступали в молодежном первенстве. Вот, трое из них были приглашены в сборную России. Это две девушки из Ковылкина и одна девушка из Тенгуша. — Насколько разнятся формы подготовки для девушек, для юношей? Кто разрабатывает какую-то цепочку тренировочную? — Тренировочная цепочка имеет свои стандарты. Есть несколько программ. Наш центр уже как год работает по программе, разработанной Российским футбольным союзом, Министерством спорта Российской Федерации, Немецким футбольным союзом и спортивной фирмой «Адидас». Значит, для эксперимента было выбрано 30 школ из 1200 в России. Мы вошли в это число. Занимаемся с ними с 1 ноября. Пока существует программа «Рама» от 10 до 14 лет, но остальное занимается по той программе, которая уже существовала и была определена. Если кому-то интересна детальная система подготовки, то можно зайти на наш сайт, на опубликувано программу, по которой мы работаем. И любой любитель, профессионал может ее использовать в своей работе. Если коротко, то, что касается женского футбола, с учетом, так сказать, половой принадлежности, есть определенное, так скажем, послабление в возрасте. То, что, допустим, мы предлагаем ребятам, допустим, 18 лет, то 18 или 16-летние девушки, они работают в программе на 2 года помладше. Но в зависимости от характера, где-то физиологических особенностей, практикуется, что мы занимаемся смешанным футболом. Это такие товарищеские матчи. Хотя на российском уровне уже есть официальное соревнование, когда есть смешанная команда девушки и мальчишек. Если кто-то из наших зрителей захочет своего ребенка отправить в мир большого футбола, как можно прийти и заниматься центром? Ну, начать надо не с большого футбола, а с малого. В этом году мы делаем набор 2012 года. Начинается учебный год. Поэтому мы, как бы, предварительно будем уже информацию давать. Значит, можно узнать либо по телефону 47 00 74, либо 48 06 98. Это координаты Федерации футболом и межрегионального центра, где объяснят, как точно выйти на наши сайты, где будет опубликовано, в какое время, в каком месте будем производить, сказать, отбор этих ребят. В сроках это приблизительно будет где-то в середине сентября, чтобы дети пошли в школу, потому что мы будем делать не только 2012 год набор. Это где-то порядка 60 человек мы будем набирать. Хотя в прошлом году приходил я такого 140 человек. Но и набор в другие возраста, кого постарше, 11, 10, 9 годы рождения. Ну и вот те телефоны, которые я озвучил, можно и, так скажем, в течение учебного года позвонить, сообщить возраст своего мальчика. И вам сообщат координаты тренера, который ведет данный возраст. И прийти, имея при себе спортивную форму и, безусловно, справку о состоянии здоровья. Ну и последний вопрос. Интерес у юных футболистов не пропадает к игре? Желающих много? Это неиссякаемо. Несмотря на то, что, конечно, мы не Бразилия, не Испания, не Аргентина, где футбол – это паломничество, религия. И даже не Германия, где футбол является предметом в школе, так же, как география, биология, почему их успехи. Нет. Русский мальчишка, если он однажды переспал с мячом, это уже надолго, поверьте. И поэтому всегда желающие есть, будут. Ну и в последнее время, безусловно, подогревает стремление, желание заниматься, играть. Это предстоящий чемпионат мира, тем более будет проходить в городе Саранске. Безусловно, это имеет свой ажиотаж, свой интерес. Тем более, проходящий Кубок Конфедерации, когда вот он по улицам Москвы, Казани, идет Суарес, Криштиану Роналду, когда они рядом. Да и наши ребята уже, когда мы играли в профессиональной футбольной лиге, вот те наши занимающиеся в тренировочном процессе организовали между собой соревнования, кто из них, кого будет выводить? Есть кто Халка, кто Дзюбу, кто Дани, кто Глушакова, кто Акинфеева. И когда вот рядом, безусловно, хочется к этому тянуться и добиваться успехов. Спасибо вам большое, что вы были у нас в студии. Пожелаю вам и центру, который вы возглавляете, успехов, чтобы молодых футболистов было больше, и они приносили победу. Большое спасибо вам за приглашение, за добрые слова. Желаю вам и вашим телезрителям всего самого наилучшего. Спасибо. Вы смотрели программу «Простые вопросы». С вами была Дина Мустаева. Мы совсем скоро увидимся вновь. Субтитры подогнал «Симон»